Как и все дети, брещанка Настя Ивко любит летнюю пору и с нетерпением ждала каникул. Травма руки, с которой она попала к врачу в Брестскую детскую областную больницу, совсем не входила в её планы. Девочка опасается, если подтвердится перелом, ситуация может обернуться неделями, проведёнными в гипсе. Поэтому, несмотря на радость от наступивших каникул, она советует быть очень аккуратными, не подвергать своё здоровье опасности. Ходите аккуратно, смотрите под ноги, не отвлекайтесь ни на что. Очень жаль, что дети часто пренебрегают советами взрослых. Врачи-травматологи констатируют, что именно в летний период детский травматизм в среднем возрастает на 30%. Связано это в первую очередь с тем, что наступают каникулы, дети менее организованные, поэтому больше проводят время на улице, больше каких-то подвижных игр, используют велосипеды, самокаты, на игровых площадках, на турниках время проводят. То есть создаются условия для получения травм. В основном преобладают травмы конечностей, то есть это ушибы, переломы рук, ног, пальцев. Бывают черепно-мозговые травмы, бывают травмы позвоночника. Согласно многолетней статистике, лидером среди травм является бытовая. Затем следует уличная и спортивная. Особенно печальными бывают последствия от выпадения из открытых окон. Эти травмы, к сожалению, случаются ежегодно, сопровождаются достаточно серьезными, сочетанными травмами, но порой с очень печальным исходом. Поэтому посмотреть, чтобы для ребенка, особенно возраста дошкольного, то есть это где-то сегмент детей с трех до пяти, до шести лет, посмотреть, чтобы возле окна не стояла мебель, табуретки, не надеяться на москитные сетки, потому что ребенок часто считает, что москитная сетка такая же прочная, как оконное стекло, плакачивается на нее и в результате выпадает из окна. До сих пор в этих случаях не существует более действенных способов предупреждения, чем родительский контроль и бдительность. Ребенок – самое дорогое, что у вас есть, а значит, любая мера предосторожности не будет излишней.